Вдруг резко открывается окно, и Тони туда будто затягивает. Чёрное какое-то пятно пролетело мимо неё. Больше никогда не подходите к этому дому. Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моём канале. Субтитры делал DimaTorzok и будете натыкаться на мои видео ещё не один раз. А также нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми, не пропускать премьеру, и смотреть каждое моё видео. Я сейчас похожа, может быть, на какую-то бабушку, потому что я укрылась пледиком, мне почему-то очень холодно. Запасайтесь печеньками, вкусным чаем. Ну а мы можем начинать. Поехали! Этой историей со мной поделилась моя подписчица Лиза из Америки, но она сказала, что её зовут не Лиза, а Лиззи. Но лучше её представлять как Лиза. Именно так было написано в начале её истории. В жизни у неё всё хорошо, не происходило практически никаких мистических ситуаций, не считая этой. И сама она переехала в Америку из России, у неё очень богатые родители, она живёт в достатке, у неё всё отлично. Лиза, я за тебя очень рада, ты большая молодец, что поделилась со мной этой историей. И начну я её, пожалуй, с того, что в Америке она очень любит отмечать Хэллоуин со своими друзьями, то есть компанией. У неё немного близких друзей, и она сама по себе не любит подпускать каждого человека к себе, потому что у неё в жизни тоже были ситуации, когда люди, которых она считала друзьями, поступали с ней не так, как должны поступать, ну, собственно говоря, друзья, да. Она каждый Хэллоуин любила ходить со своими друзьями по домам, как у них там в традиции, раздавать всякие конфеты, общаться со всеми, и, может быть, проводить какие-то особые обряды. Она мне об этом написала и сказала обязательно сказать. Не все в Хэллоуин проводят всякие обряды, и даже её родители были против этого, но ей это очень нравилось, и она продолжает этим заниматься, может быть, всякие гадания и так далее. Все дома в округе, где она живёт, были очень красиво украшены, а она живёт в Калифорнии, к слову. Там всё с необычными чучелами, гирляндами, тыквами, огромным количеством конфет, мне кажется, мечта каждого человека, который проживает в России. Я не знаю, ребят, почему мы так не делаем. У Лизы есть брат, он старше неё, и они постоянно ходят вместе. Она считает его самым близким человеком, самым близким другом, и вообще родственником, с которым она может поделиться вообще самой своей любой мыслью, и знает, что он её сможет поддержать в любую минуту. Ребята ходили, веселились, играли со взрослыми, раздавали конфеты, просто самый, мне кажется, прикольный праздник — это Хэллоуин. Вокруг было очень много детей, все веселились и раздавали конфеты, получали просто морю позитивных эмоций. И теперь самое интересное, из-за чего я, в принципе, решила снять это видео. В этом округе находится один очень странный дом, где свет включается только днём и горит на протяжении, естественно, целого дня, пока светло, и выключается уже к вечеру, и всю ночь там каждый день уже на протяжении нескольких лет кромешная темнота. Именно по вечерам, по ночам, короче, когда темно. Эта тема всегда казалась очень странной Лизе, но она со временем привыкла и решила не обращать на это внимания. Но этот праздник для них был настолько особенным, что они решили как-то, ну, понять, в чём дело, почему это происходит, почему постоянно по ночам выключен свет, дом постоянно украшен очень странно, то есть не как все другие дома, а как-то по-особенному, и выглядел реально как-то жутко. И, кстати, такой внешний вид и украшения у дома были на протяжении каждого года, не только в Хэллоуин. И вот отсюда, мои дорогие, начинается сегодняшняя страшная история. Напоминаю вам про лайк под этим видео. Лиза, Тони... Лиза, Тони и Федя, брат Лизы, поняли, что настолько заигрались, что каким-то образом оказались у этого дома. Лиза рассказала вообще своё мнение о том, что происходит, её постоянно настораживал этот дом, и Тони решил предложить Лизе и её брату вместе сходить туда и решить, что происходит, в конце концов осмотреться у этого дома, понять, что за странные вещи, и почему многие люди постоянно обсуждают этот дом, ведь с ним действительно что-то не так. Как я уже сказала, дом был очень странно украшен. Ребят, мне очень жарко, я сниму плед, крою им ноги просто, потому что, мне кажется, я упрею сейчас, если буду снимать это видео, укрывавшись пледом. Господи. Сначала ребята, как и все остальные жители, сочли это как за украшение, просто как декор дома, который постоянно у них висел. С балкона второго этажа по первый этаж свисала белая простыня с очень странными нарисованными глазами и очень странной улыбкой. Естественно, ребята думали, что это какое-то привидение. Оно всё время выглядело жутко, и эта простыня висела уже на протяжении трёх лет, её никто не трогал. Как она висела, так она и висит. Ребята начали обсуждать вообще, в чём проблема, как им поступить с этим домом, потому что праздник, естественно, атмосферный, они хотели немножечко друг друга попугать, может быть, поделиться мистическими историями друг с другом. Но потом услышали странный шелест листьев где-то за домом, как будто бы кто-то просто прыгнул со второго этажа в эту кучу листьев. Им реально показалось, что просто какой-то человек либо пробежал, либо какое-то животное. И это было во время того, как они начали задумываться о том, чтобы попытаться как-то пробраться в этот дом или постучать в дверь. Естественно, им показалось, что это какой-то знак. Ну, ни с того, ни с сего, как будто бы просто кто-то прыгнул в листья. Согласитесь со мной, любой бы этому напугался. Ребята подошли как можно ближе к этому дому и решили постучать в дверь, несмотря на то, что уже был поздний вечер и родители их искали. Они решили не ходить по домам и всё-таки разобраться с этим домом. Может быть, с ним реально творятся какие-то странные вещи. Лиза предложила заглянуть в окна на первом этаже, но окна первого этажа они находились достаточно высоко. Федя решил подсадить Тони на плечи, чтобы он хотя бы оглянулся, посмотрел, что в этих окнах, может быть, среди этой кромешной темноты найдётся хотя бы внутри дома какая-то обстановка квартиры, может быть, что-то станет понятно, может быть, там какой-то пожилой мужчина, который ложится спать пораньше. Очень много мыслей их посетило, и они подумали, почему бы и нет. Федя подсадил Тони себе на плечи, и Тони начал оглядываться. Сначала он понял, что не видит абсолютно ничего, только кромешная темнота, и его это немного настораживало. Лиза чувствовала чьё-то присутствие рядом, она понимала, что творится какая-то херня, потому что у неё внутри был такой реально страх, у неё захватывало дух, и она понимала, что лучше отсюда уйти и не разбираться с этой хернёй. Но кто-то её дёрнул за язык, и она решила предложить самой себе подойти и постучать в двери. Она сказала об этом Тони и Феде, Федя был, конечно, не в состоянии посмотреть на неё, потому что он подсадил Тони, а Тони, я вам скажу, не худой чувак был, как мне сказала Лиза. Для этого нужно было чуть-чуть повернуть, потому что дверь стояла не как все дома, то есть напротив, самой дороги, улицы, а сама дверь находилась за поворотом, и это было тоже очень странным. Она подходит туда и понимает, что боковым зрением она видит какое-то странное чёрное пятно, которое просто пролетает вот так мимо неё, и она просто закричала. Она не поняла, что за фигня у неё в жизни, никогда не было таких мистических ситуаций. Кто пробежал, как пробежал, она отчётливо понимала, что боковым зрением просто чёрное какое-то пятно пролетело мимо неё. Она собралась силами и решила пару раз постучать в дверь, но никакого ответа она не услышала. Ей становилось всё страшнее и страшнее, поэтому она решила всё-таки пойти к ребятам. Мало ли кто-то выскочит из-под угла и схватит её. У неё была куча мыслей, и так или иначе в жизни мистических ситуаций у неё не было, но во всё это она верила, естественно, и во всякие эти легенды Хэллоуина. И тут происходит самое интересное. Лиза всё-таки поняла, что лучше держаться с ребятами поближе, вместе, и она решила пойти к ним. На секунду ей показалось, что ребята замерли, они не разговаривают, они просто молчат, как будто бы превратились в какие-то статуи. Она такая, ребят, ребят, вы чего? И тут проходит где-то 3 секунды, и ребята резко оживают, как будто бы кто-то их превратил в какие-то статуи. Они просто стояли на месте, вот так замерли, и всё. Они не делали ровным счётом нифига. Брат Лизы был сильным, поэтому он продолжал держать Тони, и Лизе стало интересно. Она спросила у Тони, Тони, ты что-то вообще видишь? Опиши, если там кромешная темнота, то тогда нет смысла нам тут вообще стоять. Что происходит? Объясни, пожалуйста. Падает вот эта простыня, ребята, о которой я говорила. Она была свешена с балкона второго этажа по первый, а ребята находились рядом со вторым окном, то есть они смотрели в пустое, но находились рядом с простынёй. Простыня резко падает, хотя она висела около трёх лет неподвижно, как будто бы её кто-то приклеил, прихерачил гвоздями. Тут простыня просто падает. Ребята очень напугались, они не поняли, что происходит, что в конце концов за бред. Неужели им нельзя было просто подойти к дому, узнать, что происходит, ведь они рядом, тут живут. И следующий момент Лиза помнит просто как в слоу-мо. Ей стало настолько страшно, у неё задрожали руки, ноги её бросило в пот, ей стало жарко, ей стало плохо, она реально не верила во всё это. После падения простыни Тони резко поворачивается на Лизу и смотрит такими страшнейшими глазами на неё. Резко в этом доме включается свет, хотя по ночам ни в коем случае, никогда, за все года свет в этом доме не включался. Вдруг резко открывается окно и Тони туда будто затягивает, он просто падает в это окно внутрь дома. Федя в ступоре, он не понимает, что происходит, ведь он держал Тони, его просто как будто бы кто-то туда затянул, но Лиза, смотря в это место, не видела никого, её как будто бы затянула кромешная темнота и пустота. Она не понимала, что делать, она сказала Феде, просто бежим на помощь. Тони не кричал, не звал на помощь, он как будто бы тоже превратился в какую-то статую, это произошло без какого-либо шума. Лиза подумала, вот это реально Хэллоуин, что за бред произошел? Они с Федей напугались, так как они были родными душами, они побежали к родителям звать на помощь, кричали, все побежали из домов. У Лизы резко зазвенело в ушах, ей стало плохо, её затошнило, ей казалось, что за ними с Федей кто-то бежит, и реально стало страшно, это реально какая-то мистическая херня, мои дорогие. Ещё забыл рассказать вам об одной детали, когда затянуло Тони, Федя попытался как-то схватить его за ноги, и его тоже начало затягивать в это окно. Федя очень сильно прищемило руки, потому что окно очень резко захлопнулось. У Тони просто чуть ли не посинела вся рука, они бежали, звали на помощь, где их друг, что происходит. Перед этим они, естественно, долбились в дверь, им было не по себе, реально, ребят, какой-то бред, меня аж, господи, мне аж жарко стало, фу. Когда собралось около пяти взрослых, выбежавших из дома, они все им в один голос начали говорить, больше никогда не подходите к этому дому. В их глазах был виден реальный страх, они реально им говорили, не подходите к дому. Хотя почему Лиза задумалась, они не говорили им об этом заранее? Многие говорили об этом доме, но именно Лизе, Феде и другим ребятам ни слова не говорили про то, что ни шагу к этому дому. Хотя они много раз задавались вопросом, кто там вообще живет, не получая на это никакого ответа. Взрослые начали долбиться в этот дом, звать на помощь, вызвали полицию. На что после целого часа бесполезных трат спасения якобы Тони, когда все взрослые стучались в дверь и звали на помощь и многое-многое другое, один из взрослых просто оборачивается и понимает, что Тони стоит на дороге. Каким-то образом он просто выбрался из этого дома. Он стоит с глазами наполненными шоком, ему плохо, видно, что с него стекает пот. Все взрослые, естественно, обернулись и видят Тони, подбегают к нему и спрашивают, что произошло? Лиза и Федя говорят, что тебя затянуло в этот дом. Расскажи, пожалуйста, что происходит? На что Тони как будто бы резко переклинило и он говорит всем взрослым, а почему ребята меня не позвали гулять? Со мной ничего не происходило, я впервые вижу этот дом. Со мной все хорошо, я хотела отпраздновать Хэллоуин, и я не помню, чтобы меня затягивало в окна этого дома. Как только не пытали Тони, как только не пытались вытянуть из него информацию, у него как будто все это вылетело из головы, или как будто бы кто-то подговорил его просто не говорить об этой информации. Примерно через три дня Тони и вся его семья просто переехала, выставив на продажу их дом, где они жили. Они просто переехали. Тони больше не общался ни с Лизой, ни с Федей, ни с другими ребятами в их компании. И эта загадка остается такой же неразгаданной. Все так и не поняли, что произошло. И сейчас до сих пор принимают решение сносить этот дом или нет, потому что приезжали люди специальные. Они поняли, что в этом доме никто не живет, но тогда какого хера там постоянно включается свет. Простыня так и оставалась валяться на полу и пугать прохожих, потому что никто не решался поднять ее, отнести ее куда-то, выкинуть. Все боялись, всех настораживал этот дом и все реально не понимали, что за бред происходит. После этого Лиза с Федей никогда в жизни не подходили к этому дому и у них остается реально огромная загадка внутри, что это произошло. После всей этой ситуации они просто пошли домой и разговаривали насчет этого всю ночь, они не спали всю ночь, им было страшно. Их друг превратился в какое-то неузнаваемое существо, он с ними не разговаривал, он твердил только одно и то же. Я не знаю, кто затянул меня в это окно, я не знаю, что за дом, и у него постоянно менялось мнение. То ли он был у этого дома, его кто-то затягивал, он говорит, я не знаю кто, то ли он вообще не знает, что это за дом. Короче, ребят, просто какая-то трэшовая ситуация. И на этом закончилась история, Лиза больше не подходит к этому дому, очень сильно его боится, точно так же, как и Федя, который был старше ее на два года. Хочу сказать вам огромное спасибо, мои зайчики, за то, что вы досмотрели это видео до самого конца. Лиза, огромное спасибо тебе за то, что поделилась мной этой историей, мне очень приятно, что у меня есть зрители, которые живут в Америке, которые смотрят мои видео. Как-то немножечко страшновато стало после твоей истории. А я с вами прощаюсь, до следующей истории. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok